В эфире телеканала Круг Новости с обзором наиболее интересных событий к этому часу журналисты информационной службы и я Татьяна Сарнацкая. Здравствуйте! Сегодня в нашем выпуске вы увидите. Старинный балкон, который пока еще украшает фасадную часть дома на улице Гоголя, может обвалиться в любой момент. 70 тысяч жителей Одесской области встретили Новый год безработными. Перспектив улучшения экономической ситуации пока нет. Одесский художественный музей пополнил коллекцию. К празднику Рождества живописец Серафим Чаркин подарил 4 свои картины. В Савранском районе, где местные жители в канун наступления новогодних праздников открыли резиденцию Святого Николая, состоялось торжественное закрытие этого проекта. В церемонии принял участие председатель Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили. Туристический проект был инициирован районной администрацией и осуществлен силами местных бизнесменов совместно с Ассоциацией туризма Одессы. За месяц его посетили почти 5000 человек. Перед началом проекта, благодаря усилиям новой команды районной администрации, дорога к резиденции была отремонтирована. На церемонию закрытия резиденции Святого Николая представители власти привезли 100 детей и социально незащищенных семей. В своем выступлении на закрытии проекта Михаил Саакашвили поблагодарил организаторов. Вся Украина знает, что Святой Николай, он мешает в целом святом районе. Это очень важно. И так будет продлиться каждый год, чтобы он всегда был запрошен до нас, прибыл до нас и чтобы он сделал для нас свято. Так что еще раз дякую всех, кто это организовал. Дякую Святому Николаю, особенно, и каждому из вас. Очередная жертва заботы в кавычках наших городских властей. Здание, построенное известным архитектором Феликсом Гансиаровским, рушится буквально на глазах. И на данный момент представляет весьма серьезную опасность для одесситов. Каждый раз, когда речь заходит о культурно-архитектурном наследии нашего города, не покидает смутное ощущение того, что еще чуть-чуть и, собственно, из оставленного в наследие нам, нашими предками, уже ничего не останется. Во всяком случае, наши городские власти делают все, чтобы это случилось. Вернее, не случилось. В смысле наследия. Улица Гоголя, пожалуй, одна из самых архитектурно значимых улиц в нашем городе. Здесь что ни дом, то памятник. Что ни здание, то архитектурный шедевр. И почти каждая нуждается в немедленном ремонте и реставрации. Из последнего, разрушенного, вот это красивейшее здание – архитектурный шедевр Феликса Гансиаровского, построенный аж в 1860 году. Несмотря на солидный возраст, здание вполне способно простоять еще 150 лет, правда, уже не полностью. Балкон старинного особняка ранее держался на четырех колоннах, теперь держится всего на двух с половиной. То есть, буквально чудом. Но поскольку все мы знаем, что чудес на свете не бывает, то и обвалиться это культурное наследие может в любой момент. Жалко, конечно, жалко. Это памятник архитектуры, это столько уже времени. Конечно, жалко. Должно заниматься. Должны, городские власти должны заниматься. Ну, если бы это один-единственный памятник у нас разрушался, то пройдите вот в целом по улице Гоголя, да? И не только в центральном. Я сам живу в доме, который историческое наследие в принципе, да? Да, и то же самое, и крыша разрушается, и все остальное. К слову, пострадать от падения балкона может не только дом, но и деситы, находящиеся как внутри здания, так и проходящие по улице. Согласитесь, если выходить на балкон еще можно запретить, то ходить под балконом, то есть по тротуару, все-таки придется. И вряд ли от возможной опасности может оградить вот эта куцая ленточка, протянутая под самыми стенами. Остроты ситуации добавляет и то, что внутри здания находится школа, а значит опасности подвергаются еще и дети. Действительно, нельзя так все оставлять, поскольку это все наше родное. Нужно проявлять хоть какой-то патриотизм. Не на словах, а на деле. Обычно наши чиновники любят ссылаться на отсутствие денег на ремонт или просто делать вид, что ничего эдакого не происходит. Но кажется, в данном случае нашим чиновникам действительно приходится особенно тщательно закрывать глаза на происходящее, ибо прямо напротив падающего балкона и упавших уже колонн располагается управление по защите памятников архитектуры. А вот туда и надо пойти, просто-напросто, и узнать, почему вот так. Неужели действительно нельзя выделить деньги? Вот вы видите, где находится это здание? Напротив Газка. Вот по идее, да, да, конечно, это, собственно, их ответственность. Можно перейти через дорогу и задать им этот простой вопрос. Но при этом, насколько я знаю, они запрещали школе менять окна с деревянных потрескавшихся продуваемых на металлопластик, потому что это фасад памятника архитектуры. Еще немного и фасадную часть дома, которую пока еще украшает старинный балкон, будет украшать, ну, разве что табличка, напоминающая о том, что дом этот памятник архитектуры и что разрушение его карается законом. Впрочем, памятники архитектурного значения для наших чиновников давно ничего не значат. Прокуратура Одесской области направила в суд обвинительный акт в отношении четырех лиц, подозреваемых в совершении ряда преступлений. В частности, действий с целью насильственного изменения, совершения конституционного строя Украины, захвата государственной власти, приготовления к захвату административных зданий, к созданию непредусмотренных законом вооруженных формирований, участия в их деятельности и тому подобное. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось Следственным отделом УСБУ Украины в Одесской области. Организатор преступной группы осужден на три года. В преступную группу входил гражданин Российской Федерации, измаильчанин, командир тактической группы ДНР и еще два человека. На майские праздники они планировали захватить власть и передать властные полномочия незаконному образованию Одесская Народная Республика. В незаконное государственное образование должны были входить территории от крайней южной границы Одесской области до Коблева Николаевской области. Три члена группы, которых задержали благодаря сотрудничеству с украинскими силовиками со стороны задержанного организатора, также уже привлечены к уголовной ответственности. Главный прокурор итальянской Гену Энрико Цзука направил в апелляционный суд обвинительный акт, в котором обосновывается необходимость экстрадиции украинского экс-нардепа и лидера партии Радына Игоря Маркова. Об этом сообщают итальянские СМИ. У адвокатов Игоря Маркова есть 10 дней на обжаловании этого акта, после чего судьи примут решение о возможной экстрадиции политика в Украину, где его разыскивают за хулиганство. Речь идет об избиении вышедших на митинг к зданию Одесской облгосадминистрации активистов свободы в 2007 году. Пока что одесский политик остается с электронным браслетом слежения в отеле «Кватро» в курортном городе Нерви под Генуей, где уже дважды нарушал режим пребывания. В первом случае, пишет Сан-Рема Ньюс, его нашли нетрезвым, а во второй раз он в течение часа не открывал полицейским дверь, а после обругал их и схлопотал штраф. В Новый год Украина вступила со старыми проблемами. Миллионы наших сограждан по-прежнему не знают, на что жить. Найти работу с более или менее приличной зарплатой сложно даже для молодых. И положение дел в экономике не позволяет в ближайшем будущем рассчитывать на лучшее. Миллион девяносто тысяч жителей Одесской области относятся к категории экономически активного населения. Это люди в возрасте от 15 до 70 лет. Согласно отчету областного управления статистики, уровень занятости среди них составляет всего 57%. 70 тысяч или больше 6% числятся безработными. Они обивают пороги местной биржи труда, пытаются искать работу сами, но все без толку. Оформиться куда-нибудь и просиживать от звонка до звонка за копейки тоже нет смысла. Но даже если рабочее место и найдется, это не гарантия благополучия. По данным за декабрь, работодатели области задолжали своим сотрудникам 57 миллионов гривен заработной платы. Это в 2,5 раза больше прошлогоднего показателя. И нет уверенности, что деньги когда-нибудь выплатят. Судиться с начальством можно годами. В конце концов, предприятия признают банкротом и на том все закончится. Феодальная модель экономического устройства Украины, которая была создана всеми украинскими президентами и которая основывается на поддержке определенной группы бизнесменов, которые связаны с властью, она никак не поменялась. Если западные кредиторы, а это прежде всего МВФ, миссия которого приезжает в Украину 20 января, все-таки заставят украинское руководство согласиться с тем, что Украина не феодальная страна, а европейская, и соответственно правила ведения бизнеса в Украине должны быть такие, как и в остальных странах Европы, то тогда возможно коренное изменение ситуации. По мнению экономиста, для привлечения инвестиций есть смысл вернуться к идее Портофранко. Положительный опыт такой деятельности накоплен во многих странах. Взять хотя бы Китай, куда активно вкладывают капиталы предприниматели всего мира. В свое время Одесса таким образом и поднялась. У нас же делают наоборот. Пока что парламент отказался принимать налоговый кодекс, разработанный совместно МВФ и Министерством финансов. И пока что 60% украинской экономики находится в тени. Поэтому говорить о том, что число легально работающих предприятий и соответственно число вакансий новых для того, чтобы люди могли найти новую работу, будет возрастать при нынешнем устройстве экономическом стране. Это просто нереально. Безработица, падение производства и уровня жизни населения чиновников и депутатов очевидно не трогают. Подвигнуть наши власти на проведение реальных экономических реформ могла бы более жесткая позиция европейских партнеров. Возможно так и произойдет. Ведь у Европы в Украине есть свои интересы. Александр Рябиноградов, Юрий Рух, телекомпания КРУХ. В минувшее воскресенье на маршруты центра Одессы вышел празднично украшенный новогодний трамвайчик, в салоне которого звучали рождественские пения в исполнении молодежного хора Одесской епархии. Движение трамвая началось в 17.00 с остановки на углу улиц Мантелимоновской и Преображенской. Праздничный вагон катал одесситов и гостей города по центральным улицам и в 19.00 закончил свое движение на углу улиц Преображенская и Большая Арнаутская. В трамвае были установлены микрофоны, чтобы каждый мог услышать колядки и поздравления, которые доносились в пути из вагона. Пополнение музейных собраний сегодня событие редкое. Произведения искусства, даже современные, стоят немало. К празднику Рождества Одесский художественный музей получил подарок. Живописец Серафим Чаркин передал в коллекцию несколько своих работ. Серафим Чаркин – один из старейших живописцев страны, член Национального союза художников Украины. Выпускник Ленинградского училища имени Валентина Серова свою карьеру он начинал в Одесском художественном музее художником-реставратором. В декабре здесь открылась его совместная выставка с сыном – скульптором Серафимом Чаркиным-младшим. Экспозиция демонстрировалась месяц. По окончании музей получил в дар четыре полотна. Одно из них – автопортрет художника. Самая значительная работа – картина на евангельский сюжет «Въезд Иисуса Христа в Иерусалим», написанная по впечатлениям от посещения Святой Земли. Сегодня для меня, в общем-то, святой день. Я даю часть себя, дарю этому прекрасному музею свою часть души. И делаю это с легким сердцем, зная, что люди в любом случае будут видеть и, насколько возможно, наслаждаться тем, на что я смог и чего мог им достичь. Дарить картины для Серафима Чаркина – традиция. Его работы можно увидеть в Одесском литературном и Киевском русском музеях, на Малой Родине, в музее города Лубны Полтавской области и других собраниях. Везде, где приходится бывать, художник старается оставить добрый и светлый след. Александр Виноградов, Юрий Рух, телекомпания КРУ. Как часто нам хочется сказать спасибо и как часто по разным причинам мы этого не делаем. 11 января в мире отмечают замечательный праздник – Международный день «Спасибо». А это значит, что одесситы имеют счастливую возможность наверстать упущенное и сказать слова благодарности друг другу. Наверное, каждый из нас знает, что самое волшебное слово на свете – это слово «спасибо». Слово, означающее доброе, светлое, теплое чувство благодарности к тому, кто дал тебе эту доброту, этот свет, это тепло. Итак, кому же одесситы готовы сказать свое самое главное в жизни – спасибо? Кому бы вы спасибо сказали? Ну, наверное, родителям как бы спасибо. Ну, как бы они меня, как мама родила, как бы, то есть, воспитали. Родителям за то, что родили меня, и друзьям за то, что со мной постоянно. А вы? Я огромное хочу сказать спасибо своей дочери, потому что она у меня самый лучший ребенок вообще в мире. Я ей безумно горжусь. И спасибо Андрею, потому что Андрей – это ее лучший друг. Он дарит ей счастье. Гулять. Да, вот детям даже спасибо большое, что они у нас такие дружные, хорошие, умные. Своей маме, которой нет уже. Ну, всем хорошим людям. А ты кому бы сказал спасибо? Всем-всем. Вообще всем-всем? Всем. Но кого-то одного, может, знаете? Может, друг? Любе. А Люба у нас то, бабушка? Да. Красиво, когда бабушке. А за что ты бабушке спасибо скажешь? Ну, за все, что она со мной возится, что она мне во всем помогает. И вообще она самая лучшая. Спасибо это своей маме за то, что она родила меня на этот свет. Потом бы сказал бы спасибо своему папе, что он меня вырастил и сделал таким хорошим сыном. И, наверное, своей самой любимой бабушке с дедушкой, так как они тоже подарили мне многие радостные моменты в жизни. Спасибо своим родителям, маме, папе, всем родным, мужу своему любимому за то, что он у меня есть. Всем-всем-всем, всем одесситам. Вы можете на своем родном языке сказать спасибо? Как оно звучит? Шикрат. Шикрат. Шикрат? Это какой язык? Арабский. Арабский? Да. А кому вы говорите спасибо чаще всего в жизни? Родителей. Вот кому бы вы, пользуясь случаем, сказали спасибо? В дочке, за внука. Огромное спасибо нашим волонтерам за то, что они помогают в АТО ребятам, за то, что они служат, поддерживают нашу Украину. Спасибо им большое. А вам когда последний раз спасибо говорили? И за что? Я сегодня говорю. Сегодня. Вот. Мой любимый человек. Ну, за то, что я такая. Вот, спасибо. За что? За все. Давай скажи спасибо друг другу. Да. Спасибо. Спасибо. Вообще, как известно, слова благодарности приятно не только говорить, но и слышать. К сожалению, это происходит не так часто, как нам бы всем хотелось, но, к счастью, благодарность, как и благородные поступки, все-таки случаются в нашей жизни. Среди наших добрых дел – помощь в списывании, домашних заданий, мытье посуды, поднесение тяжелых сумок и абсолютный рекордсмен – перевод бабушек через дорогу. Бабушку переведешь через дорогу, поможешь в метро спуститься, там куча благодарности. Ну, было бабушек, да, вот как раз про бабушку рассказывали, что было. Бабушку перевели через дорогу и? И спасибо, и всех благ. А вы? А я бабушке и дедушку переводил. Был один раз, когда Таша споткнулась, а я ее… Поддержала. Поддержала. Да. И тебе сказали спасибо. Конечно. Всегда приятно, когда слышишь спасибо. Приятно делать приятное. И это правда. И пусть народе говорят, что спасибо на хлеб не намажешь, шубу не сошьешь, что спасибо не капает, не булькает, и ты в карман его не положишь. Потому что все-таки в этом прекрасном слове действительно живет волшебство. Ну, а 11 января – просто еще один день в году, когда говорить спасибо можно не только без повода, просто так, но и по поводу. По поводу праздника. Международного дня спасибо. Вот вы бы кому спасибо сказали, пользуясь мыслью? Вам. Вам и вам. Спасибо. 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 И вам. Спасибо. 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 С праздником, дорогие одесситы, и, как говорится, спасибо за внимание. Давайте же будем говорить слова благодарности не только в Международный день спасибо, а каждый день. И делать это искренне. А на этом наш выпуск подошел к концу. До встречи. По прогнозу гидрометцентра Черного и Азовского морей 12 января в Одессе ожидается облачная погода с прояснениями. Утром, днем дождь, туман. Ветер юго-западный 7-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 1 до 3 градусов тепла, днем от 7 до 9 выше нуля. Азовский морей 12 января в Одессе ожидается облачной погоды.